Год назад, даже больше уже на неделю, Юрий Луценко, тогда еще лидер фракции БПП, он был заявлял, что Янукович будет заочно осужден в 2016 году. Цитирую. С января 2016 года, я очень надеюсь, и поэтому я поддерживаю неизменность Генпрокуратуры на этом этапе. Все украинцы станут свидетелями открытого судебного процесса заочного осуждения Януковича и его сообщников. Янукович будет осужден в течение следующего года. У меня нет в этом никакого сомнения. По главному составу, по главному составу, за создание организованной преступной группы по разграблению украинского народа. Такого уточнение я ввел в прямую цитату, от точки до точки. Я не вырываю из контекста, поверьте мне. Будет до конца года. Будет передано дело в суд по расследованию о создании преступной группы Януковича. Будет передано в суд, это не будет осужден. Максим, я сейчас не на вас нападаю. Это чтобы не было как слизами. 24-го ждали, еще чуть-чуть подождем. Мы говорим о том, что дело будет начато в суде в 2016 году. Я еще раз подчеркиваю. Я знаю позицию генерального прокурора, который месяц назад влепил выговоряку господину Горбатюку, который просто-напросто собирается до пенсии расследовать дело по Майдану и по разгону Европейского Майдана, прикрываясь всевозможными европейскими нормами. А сегодня, когда Луценко нажимает на педаль и говорит, передай дело по этому поводу, для него начинает вступаться огромное количество грантоедов и многих других наших товарищей по фармаху. Фамилии вступающих. Очень конкретно. Семенченко, Лещенко, кто там у нас еще есть такие? Егор Соболев и многие другие. Как только начинается вопрос передачи дела по Евромайдану, по преступлениям на Майдане, они сразу стоят и протестуют против давления Юрия Луценко возле стен генерального прокурора. Но, коллеги, я еще раз вам говорю, несмотря на это, я пользуюсь сейчас этой возможностью, хочу в прямом эфире обратиться к генеральному прокурору, выгнать в шею этого Сергея Горбатюка. Просто выгнать его в шею.